Всем привет! Начинаю сегодняшнее видео снова с леса. Поехали мы в чернику. Сейчас 5 утра, приехали в Бор. Ищем черничку. В этом году с черникой в нашем районе не очень, но мы не отчаиваемся. Вот приехали в Бор. В принципе, есть места, где черничник очень даже неплохой. Крупненькая черника, черничник молодой. Вот смотрите, есть такие купочки вообще классные. В общем, солнышко еще только встает. В лесу не жарко. Будем брать чернику, пока нет мошкары. Никто нам не мешает. Буду показывать вам места, там где чернички побольше. Вот так выглядит Бор. Очень красиво, тихо. В общем, красота пробежалась. Я тут посмотрела. В принципе, никуда пока уходить не буду. Буду оббирать вот это место. Повторюсь, что черники мало. Поэтому выбор небольшой будем брать. Тем более, что здесь, видите, она такая вот крупненькая. Нягодка хорошая. Поэтому, что бегать надо брать. Приехала, как всегда, со своей бригадой. Свекровь, свекор. Приехали на тракторе. Я уже в прошлом ролике показывала вам ближе. В общем, будем собирать черничку. Буду включаться. Смотрите, попадаются такие прям кустики черники. Видите, черничник высокий, не молодой. Хватило черники здесь влаги. Очень крупные, прям как голубика. В общем, классно брать такую ягодку. И очень быстро. Еще хотела спросить, как берете ягоду вы? Берете ли комбайном, либо руками? Не хочу никого осуждать и делать какие-то выводы. Но немножко скажу, что я ягодку беру руками и очень предвзято отношусь к комбайну. Потому что считаю, что все равно черничник портится и наносится таким образом вред природе, лесу. А мы должны быть благодарны тем местам, где мы можем набрать грибов, ягод. В общем, птички поют. В общем, я ягодку беру руками. Беру для себя, для своих деток. Поэтому ни в каких там больших-больших целях. В общем, приехали сегодня набрать ягоды для себя. В общем, классно, когда попадается такая крупная ягода. Брать ее намного интереснее. Ну что ж, переехали мы еще в одно место. Как я уже говорила, черники в этом году немного, поэтому не ходим на одном месте. Смотрим, ищем, где ягодка покрупнее, где получше. Приехали, будем брать здесь. Я говорила как-то в прошлом видео, что земляника это большой труд. Поверьте, черника это тоже огромный труд. Спина болит. В общем, брать ее это не сахар. Приехали в Бор. Переехали на то место, где мы брали лисички. Свекр пошел посмотреть. Нарослили грибы. В общем, не любит он брать ягоду. Ну, а мы берем потихоньку. Есть ягодка. Это радует. Сейчас немножко вот обойду солнышко. Покажу вам. Вот так, видите, есть ягодка, есть черничка на солнышке. В общем, будем брать. Еще говорила в прошлом ролике, что обязательно сниму вам видео про торговлю. Расскажу цены тоже. Это еще в планах. Но собирать чернику на продажу, это, конечно, очень сложно. У нас ведро черники стоит в этом году 10-литровое 50 рублей. Это примерно где-то 23 доллара. В общем, труд очень-очень тяжелый. Я беру только себе, девчонкам, чтобы покушали. Они любят свежую ягодку с сахаром, с молоком. В общем, на продажу пока речи никакой не идет. В общем, мы путешественники еще те. Насобирали черники, заехали на наше место в лисички. И берем уже грибы. Решили, раз едем по дороге, почему не заскочить? Есть грибочки. Немного, конечно, но есть. В общем, соберем на нашем месте их. Поедем дальше, не знаю, может быть, еще заедем здесь в одно. Вот, раз уже азарт, знаете, какой азарт в лесу? Это же вообще, это же стоит только начать и все. В общем, нам уже с леса не выбраться. Взяла ведерко. Руки грязные, видите, какие все в чернике. В общем, берем грибы. Еще обязательно включусь. Ну что ж, приехали домой. Уставшие, но счастливые. Сейчас покажу, что мы набрали. Вот так на тракторе стоит черника. Здесь ведро 12 литров. И вот так, как я вам говорила, вошли в кураж. Набрали лисичек. Ну, где-то, я не знаю, здесь где-то три ведра. Нарезали лисичек. В общем, вот так выглядит наш сегодняшний поход в лес. Если вам понравился сегодняшний ролик, поддержите меня комментарием. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на канал. Делитесь с друзьями. Заходите в соцсети. Рада всегда общению. С вами был канал Блог Начинающей Дачницы. И я, Анастасия. Всем до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok